книга открытым оком тема коммунизм том 29 вопрос 4016 столько пишут об экуменизме и о его вредности так чего же едут к этим экуменистам епископы патриархийные разве они не знают кто и что там отвечает игнатий тихонович лапкин если бы архиереи были самую малость совестливыми и чуточку верующими да разве бы они могли столько нападок выдержать когда все уже на десятки раз доказано как у перепелкиной l эти архиерея суть ярые преступники и злодеи и ожидать от них благодатности в рассуждениях это уж мы сами придумываем по неизреченной своей глупости цитата экуменизм от слова ой кумена которая в переводе с греческого означает вселенная заселенная людьми движение зародившиеся в середине 19 века в недрах протестантизма выступающая в широком смысле за объединение всех религий в узком смысле за объединение всех христианских конфессий основываясь на ложной мысли что все религии есть разные пути ведущие к одному богу инициаторами экуменического движения были руководители англиканской церкви в англии и америки они предлагали объединить всех христиан якобы цитата раздел разъедаемых недугами разделений и взаимного непонимания в цитата единую вселенскую церковь эти еретические представления о единой церкви легли в основу всех позднейших экуменических теорий и организаций экуменическое движение имеет масонские корни сама идея экуменизма была разработана еще в начале 18 века в недрах английских масонских ложь до наших дней сохранились откровенные высказывания масонов конкретные факты и документы свидетельствующие о масонском происхождении экуменизма проблема объединения церквей всегда близко интересовала масонство и являлась идейно близкой ему экуменическое движение было частью масонского проекта по мировой глобализации и созданию цитата нового мирового порядка в наше лукавое время когда мировое сообщество стало реальностью понимать истинное положение дел с экуменизмом как одной из масонских структур очень полезно истинный христианин не должен закрывать глаза на действительные реальные события в 1948 году был основан так называемый всемирный совет церквей в сц членами которого постепенно становились многие религиозные движения рима католики не сразу участвовали в комитическом движении движение посылая лишь только наблюдателей на экуменические конференции но вскоре ватикан вошел во всемирный совет церквей и даже занял в нем почетное место потом во всемирный совет церквей стали вступать и некоторые из официальных поместных православных церквей что спровоцировала в них расколы вина за которые лежит на участниках экуменического движения 20 век проходит под масонским девизом объединение человечества во всех сферах жизни единое мировое правительство единое экономическое пространство единое информационное пространство и единая экуменическая церковь то есть единое духовное пространство всемирный совет церквей явился организационной структурой создания новой экуменической церкви это новая псевдо церковь должна по замыслу масонов заменить церковь христову и стать влиятельной международной силой чтобы стоя на службе у хозяев нового мирового порядка способствовать на духовном уровне овладению всем миром таким образом экуменизм имеет ярко выраженную антихристианскую сущность русская церковь отрицательно отнеслась к экуменическому движению виднейшие иерархи и богословы писали и высказывались о неприемлемости экуменизма для истинного православия архиепископ харьковский антоний храповицкий опубликовал по этому поводу ряд трактатов журнале вера и разум за что был объявлен экуменистами ультра консервативным элементом архимандрит иларион троицкий защищая архиепископа антония об обвинении в излишней строгости писал цитата вопросах веры можно только вопросах веры возможно только одно строгое православие здесь может быть только истина или заблуждение но не может быть более или менее строгой истины конец цитаты затем он же писал все христианские исповедания не могут принадлежать к единой вселенской христовой церкви но одной из них есть истинная церковь а все прочие вне церковные сообщества для меня единственная истинная церковь есть церковь православная наследуя святоотеческие традиции по местной русской церкви наследие ее видных богословов и исповедников последовательно отвергли экуменизм русская зарубежная и катакомбная церкви однако несмотря на отвержение экуменизма многие исповедниками истинного православия постепенно под влиянием мира сего поместные церкви одна за другой середины 20 столетия становились членами экуменического так называемого всемирного совета церквей в сс в сс московская патриархия поправ святые каноны стала официальным членом всемирного совета церквей в 1961 году когда на архиерейском соборе всеми архиереями московской патриархии было соборно принято соответствующее решение это произошло по инициативе генерального секретаря хрущева и соответствующих отделов цк кпсс и кгб а а также благодаря особым усилием экумениста и филокатолика в кавычках митрополита ленинградского и новгородского никодима ротова который в то время был главой отдела внешних церковных сношений о в ц с м п ныне этот отдел возглавляет возглавляет ученик ставленник и последователь ротова митрополит смоленский и калининградский кирилл гундяев в россию советское время пропаганда экуменизма велась на фоне чрезвычайно популярной тогда мнимой борьбы за мир и дружбу между народами участие московской патриархии в экуменическом движении выставлялась как миротворческая миссия и как несение света православия инославным под этими звонкими и лживыми лозунгами московская патриархия и по сей день активно участвует во всех экуменических мероприятиях и сборищах дерзко попирая святые каноны и вводя в заблуждение свою пасту экуменические идеи очень быстро заразили весь епископат и духовенство московской патриархии сегодня несмотря на возмущение народа и некоторых клириков епископат и духовенство московской патриархии продолжают участвовать в ассамблеях в эсце и различных экуменических мероприятиях пойдя однажды на компромисс со злом московская патриархия навеки заключила теснейший союз с отцом лжи и зла дьяволом плоды этого компромисса ясно видны с самого начала и во все последующие десятилетия для русской истины православной церкви экуменизм это ересь с большой буквы вместилище всех ересей и зловерий настоящий волк в овечьей шкуре экуменические собрания есть не что иное как сборище сатанинское первая заповедь декалога гласит я господь бог твой который вывел тебя из земли египетской из дома рабства да не будет у тебя других богов пред лицом моим книга исход 22 3 экуменизм не соответствует идеалам и задачам церкви христовой как их понимает русская истинная православная церковь а потому всякое участие в экуменическом движении есть попрание святых канонов церкви прямое участие в построении церкви антихриста и смертный грех известные три скорбных послания третьего первоиерарха рпцз митрополита филарета вознесенского предстоятелям поместных православных церквей в которых он увещевает предстоятелей свернуть с пути участия в экуменическом движении русская истинная православная церковь допускает общение с и на верными и инославными только с одной целью просветить и обратить их в истинное православие не вступая до этого с ними в молитвенное и тем более евхаристическое общение согласно святым канонам молитвенное общение с еретиками есть духовное принятие их ереси и заблуждений вступившие в общение с еретиками наравне с ними отлучается от церкви по учению святой церкви ересь страшнее и опаснее всякого греха грех это болезнь человеческой природы а ересь это гордыня и упорство воли сознательное противление истине ничто так не лишает благодати и не отлучает от бога как ересь святитель иоанн златоуст в первом слове на пасху говорит нам известно что спасение является уделом только единой церкви что никто вне соборной церкви и веры не может иметь участие во христе или спастись безбожным еретикам мы не допускаем иметь надежду на спасение но ставим их совершенно вне этой надежды так как они не имеют и малейшего общения со христом пусть никто да не называет таких христианами и да не имеет никакого общения с ними ибо это невозможно слова из правила третьего вселенского собора цитата вообще повелеваем чтобы единомудрствующие с православным и вселенским собором члены клира отнюдь никаким образом не были подчинены отступившим или отступающим от православия епископа конец цитаты даже патриарх александрийский николай шестой на одном из выступлений в 1972 году заявил я осуждаю коммунизм и считаю его не просто ересью а пан ересью вместилищем всех ересей и зловерий нам хорошо известны антихристианские силы и закулисно управляющие экуменизмом экуменизм направлен против православия он представляет сегодня самую большую опасность наряду с неверием нашей эпохи обожествляющим материальные привязанности и удовольствие таким образом участие в экуменизме есть отпадение от христа и его церкви согласно святым канонам от епископов экуменистов следует немедленно отлучаться как от еретиков прерывать с ними евхаристическое общение в частности на основании 15 правила двукратного константинопольского собора и вступать в каноническое общение с православными епископами истинно православной церкви отвергающих сию ересь и исповедующих истинно православию истинно православную экклесиологию участники ереси экуменизма автоматически подпадают под анафемы святых канонов и сами себя избергают из сана и отлучают от церкви конец цитаты монах даниил солдатов доктор богословия город самара и русская истинная православная церковь послание к ефесянам 5 11 13 и не участвуйте в бесплодных делах тьмы но и обличайте ибо о том что они делают тайно стыдно и говорить все же обнаруживаемое делается явным от света ибо все делающиеся явным свет есть притчи 1 10 сын мой если будут склонять тебя грешники не соглашайся путь исторический для нас не панацея не образ к подражанию и не эталон от ропота при общем батьке моисеи когда ему под ножку ставил аром весь путь израиля почти от авраама вилял петлял кружил и изгибался никак не получалось к егове прямо хотя плодились не бедней китайцев но идолы кумиры изделия рук умельцев веками путались под грешными ногами горбатый горбачев или пьянчушка ельцин толкали перестройками к поганым не возразит жиду мне возразит жидовское отродье всераспинатели пришедшего мессии что римляне распяли они они как вроде что-то язычники коварные сбесились но мы-то знаем этот довод чушь и даже отвратительно собачья для вразумления спадет кровавый душ кто эту нацию серьезно не оплачет плеядой вереницей библейские примеры лишь от обратного примером могут стать тому кто искренне в евангелие верит кто не отводит взор от господа христа путь исторический ошибки и провалы бог заглючил весь мир в непослушание то вилы лысые навалом прут ваалы попы истошно врут к христу идти мешают стране народ как сумасшедший заброд легко идут за ложными вождями то стенька с эмильяном то грозный подопрет гулаговской голгофе всех подтянет христос есть путь прочерчены иисусом он бесконечен скрылся в небесах он свет ярчайший не бывает тусклым путь мира взвешен на его весах 31 мая 2008 года Игнатий Лапкин они не верит к христа у вас будет новый выбор разум вала Продолжение следует...